здравствуйте дорогие друзья всем доброе утро и желаю вам благословенного дня благословенных решений благословенных взаимоотношений и пусть благо к вам поспешает пусть благо вас находит из-за того что посевы были в мире из-за того что посевы были выбраны и по территории и по содержанию а значит и жатва вас будет радовать и не только вас но вы знаете что интересно что сеять не все хотят рядом а пожинать хотят поесть от этой жатвы если она приятная потому что она же уже созрела ее уже видно она уже красивая она уже удовлетворяющий запрос поэтому людям хочется к этому иметь причастность но мы-то с вами среди тех людей кто может принимая мудрость знать что я сегодня точно также сею как это дело вчера поэтому я выбор делаю и сегодня так же как и вчера чтобы у меня сеяние и жатва никогда не прекратились а значит выбирать слова выбирать атмосферу выбирать мотивацию взаимоотношения я могу каждый день и поэтому предлагаю вам это делать и сегодня давид который смог удержать своих людей сколько их там поместилось в пещере все ли они там были но по крайней мере это точно определенный отряд людей которые были с давидом если все то более 600 человек если не все то по крайней мере это не один десяток и конечно же они легко могли бы справиться с саулом который здесь был обезоружен даже потому что он от света пришел во тьму и поэтому у него сейчас на определенный момент времени вообще зрение притупилась но давид использует все критерии которые могут его остановить сейчас от резкого движения и удержал давид людей своих о чем мы с вами почитали потом встал и давид и вышел из пещеры и закричал вслед саула говоря господин мой царь можно было это не делать но он решил это сделать показать мотивацию своего сердца саулу так как он его взвешивает исходя из своих огорченных чувств находящихся в страхе находящихся под давлением нечистого духа который с периодичностью проявлялся в жизни уже саула и вот теперь давид хочет исправить эту ситуацию тем чтобы показать плод своего решения поэтому он вышел и закричал саула саул оглянулся назад и давид пал лицом на землю и поклонился ему это еще один очень мощный акт который делает давид он признает в нем как помазанника так и царя и сейчас когда у него преимущество с ним сейчас не три тысячи человек как саулом но его представители подальше а здесь все в его руках но однако вопрос смирения вот он друзья в чем не перед обстоятельствами а перед божьими позициями перед божьей ценностью саул сейчас вернее давид взвешивает эту картину и признает в сауле царя потому что его еще никто не снимал да бог отступил но позиция царя у него сохранена и сказал давид саулу зачем ты слушаешь речи людей которые говорят вот давид умышляет зло на тебя я думаю что мы этот диалог их рассмотрим уже в следующей программе но сегодня я хочу еще раз сказать друзья что давид он не просто так говорит что зачем ты слушаешь потому что на самом деле злые люди всегда находятся рядом с теми кто огорчен душой будь внимателен к этому тезису потому что огорчение притягивает недовольных небесный отец я благодарю тебя что мы можем сейчас посмотреть кого притягиваю я помоги господи нам это обнаружить чтобы вокруг нас собирались люди которые могут быть исцелены а не формировать нашу позицию наше мнение через свою боль я благословляю во имя иисуса христа каждого человека осознанием и пониманием сути вещей и взвешиванием своих аргументов и своего основания в духовном плане я благодарю тебя боже что мы нуждаемся в этом просим у тебя об этом а ты посылаешь нам ответы с небес во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания аминь аминь